В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Грузовик, в котором полностью отсутствует кабина, представила шведская компания Айнрайт. Машине не требуется рулевое колесо, педали, зеркала или лобовое стекло, так как она полностью самоуправляемая. Грузовик Типот пока существует лишь в виде прототипа, но производитель подчеркивает, что образец полностью рабочий, хотя живых кадров новинки пока немного. Длина машины составляет небольшие 7 метров, при этом максимальный вес при полной загрузке может составлять существенные 20 тонн. Питается Типот исключительно от электроэнергии. Одного заряда, как заявляют разработчики, хватит на 200 километров пути. Но это, конечно же, усредненные показатели, на которые влияет множество факторов. К примеру, рельеф, по которому проходит дорога, загруженность трассы, нагрузка на сам автомобиль и так далее. Типот может двигаться как самостоятельно по заранее заданному маршруту, так и под управлением оператора, который будет отслеживать грузовик из диспетчерского центра. В планах производителя создать систему доставки грузов из таких автомобилей. На трассах, где будут проходить маршруты грузовиков, предполагается установить зарядные станции. Но пока это всего лишь планы, нужно, чтобы проектом заинтересовались инвесторы. В Китае любовь к пандам приобретает все большие масштабы. Недавно здесь запустили солнечную электростанцию в форме бамбукового медведя. Солнечная ферма была построена рядом с городом Датун, китайской провинции Шаньси. Электростанция состоит из черно-белых элементов. Фигура панды становится различимой при взгляде сверху. В настоящий момент мощность электростанции составляет 50 мегаватт. В дальнейшем она достигнет 100 мегаватт, а после полного запуска электростанция будет производить более 3 миллиардов киловатт в час. По сравнению, к примеру, с атомными станциями, даже максимальная мощность электропанды выглядит крайне скромно. Но если сравнивать с другими солнечными фермами, то все очень даже неплохо. При электростанции планируется создать центр для обучения молодежи. Школьникам и студентам будут рассказывать о преимуществах и перспективах использования солнечной энергии. Например, за 25 лет эксплуатации станция выработает столько же энергии, сколько высвободилось бы при сжигании миллиарда 56 миллионов тонн угля. В ближайшее время в Китае появится еще несколько подобных электростанций. Полностью очистить ротовую полость за считанные секунды обещают американские стартаперы. На платформе Kickstarter опубликован проект умной зубной щетки Emma Brush. Правда, на традиционный предмет ежедневной гигиены устройство совсем не похоже. Скорее, это капа. Внутри нее находятся десятки маленьких щеток. Капа на магнитах крепится к мундштуку. Стоит нажать на кнопку, рукоятка выпускает зубную пасту, а щетки начинают вибрировать, очищая все зубы сразу. Разработчики обещают, что тщательная чистка зубов займет всего 10 секунд. Неизвестно, насколько все это правда, но стартаперам уже удалось собрать более 250 тысяч евро, хотя для начала производства требовалось 50 тысяч. Что касается цен на щетку и ее комплектующие, то они ожидаемо немаленькие. Базовая версия щетки 69 евро, про-версия с беспроводной зарядкой 199. Далее 6 евро стоит мундштук, его необходимо менять каждые 3-6 месяцев. Паста продается в специальных капсулах по 3 евро за штуку. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.